Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня будет моя любимая и ваша любимая ванна красоты. Да, сегодня я решила немного поэкспериментировать. Я знаю, что вы ждете, когда я начну осветлять свои корни новой краской. Она лежит здесь, но сегодня я хочу поэкспериментировать с другим. Прежде чем как раз красить свои корни и прежде чем мыть голову, как вы успели заметить, моя голова немного не свежая. Это специально, не подумайте. Это специально, потому что я хочу протестить одну вещь, которую давно на самом деле хотела протестить, сейчас покажу. Это вот такой вот цветной металлический спрей для волос, который окрашивает до первого мытья, ну то есть на один день. Что мне понравилось, что он металлик, и также я выбрала цвет, думала, какой же цвет мне выбрать? Красный выбрала. Я не знаю, точнее, короче, у меня есть выдумки, что сделать на голове, чтобы вас шокировать и шокировать обложкой. Что-то хочется веселое, красное, не знаю, что сейчас будет. О, тут шарик. Нам надо потрясти. Так, инструкции, способ применения, срок годности, смотрите на упаковке. Но я взяла этот спрей без упаковки. Я взяла его в нашем магазине, который только в южном округе у нас тут, на юге есть. В зебре. Может быть, кто-то знает зебра. Вот там вот много таких разных, разноцветных спреев, и есть даже спреи, которые светятся в темноте. Может быть, когда-нибудь мы не в темноте, а при неоновом свете, да. Может быть, когда-нибудь мы его тоже с вами затестим. А сейчас давайте я прочешу свои волосы немножко. Я ждала, пока немного мои волосы станут уже не свежими, чтобы их пора было мыть. Потому что красный металлический цвет я немножко не представляю на своих волосах, чтобы с ним как-то выходить потом на улицу. По-любому нужно мыть голову. Мыть голову я не очень люблю. Мою ее только потому, что надо. И поэтому люблю совмещать полезное с приятным. С нужным. Давайте попробуем, начнем с вами с кончика. Мы уже потрясли с вами наш спрей. Может быть, кто не видел, я поближе покажу. Вот так вот он выглядит. Вот. Блестящий. Еще раз его потрясем. Я видела очень много разных спреев. Тестировали цветные. И очень давно хотела попробовать такой спрей. Думала, уже на Алике заказывал. Но в итоге... Слушайте, я думаю, что будет вонь, да. Я вот еще почему спрей не хотела? Потому что вонь может быть от него. А я закрылась, потому что мой малый спит. Чтобы он не услышал. Блин. Страшно так? И мне надо еще все не испачкать. Я, кстати, футболочку одела, которую не жалко. Может, над ванной? Чуть-чуть. Страшно. Блин, девчонки. Страшно? Кончило. Ой. Пошел какой-то. О! Ух ты! И руки красятся с другой стороны. Видно, нет. Слушайте, ну что-то в этом есть. Запах очень приятный, как духи. Блин. Надо что-то подкладывать под низ. Давайте подложим туалетную бумагу. Мы же ванне красоты, поэтому... Кроме туалетной бумаги, я не знаю, что еще подложить можно. Смотрите. Во! Так лучше, да? И вам виднее. Та. Э! Где краска? Я не поняла вообще. В чем юмор? Все, он пшикает только воздухом. Что за херня? Ну, он как бы классненький. Сразу высыхает, не липнет. Цвет вот есть. Ну, только что это? Я вот здесь делала и все. Вообще, я хотела сделать... Вообще, я хотела сделать мухомора. Вот так вот. А он не... А он все. Это что было? Все? Мне уже не страшно. Вообще. Меня, походу, надурили. Что за херь? О, я потрясла еще. Да твою мать! Это ужасно. Будем тряпти 300 лет. Во! На один пшик, реально. Вы поняли, да? Делаем мухомора. По-моему, с этим спреем только и можно мухомора делать. Вы заметили, я раз пшикнула, только вот он вот так поставил кружочек. И все, и дальше нету ничего. Чтобы вы понимали, дальше идет воздух. Полнейшая фигня. Короче, девочки, супер короткое видео за всю историю съемок Селена с Вейд. У меня даже не получилось сделать мухомора. Все. Он уже не пшикает. Вот смотрите, насколько пшиков его хватило. Вам видно? Вы считаете? Я такого, честно говоря, не видела. Я думаю, что, может быть, это одна фирма, вот только Винита какая-то. Металлик Ред. Стоят эти спреи по 150 рублей. Но я не знаю, на какую прядь, на одну вот такую тонюсенькую прядь полностью закрасить хватит. И то, представьте, чтобы по прядь длинной, например, пройтись, нужно пшикнуть там раз, два, три, четыре, пять, шесть. Потом там подровнять, чтобы она была, да? А вот сколько у меня пшиков всего. Но это не бред. Ну и вот здесь еще мы пару раз с вами пшикнули. Это не бред. Бред вообще. Отвратительный спрей. Вот такой спрей. Не берите, девочки. Если я увижу еще какие-нибудь прикольные спреи. Кстати, есть еще спреи, но они дороже, конечно. Но я вот хотела именно бюджетно проверить, что делают для народа. Короче, вот такая вот фигня. Очень жалко. Все, мои хорошие. На этом видео коротенькое прощаюсь с вами. Ну, короче, вот. Хотела сделать классную заставку веселую. Хотела стать мухомором таким ярким. Потом думала вообще все волосы вот так зафигачить красным. Короче, повеселиться с вами, но нас обломал вот этот спрей. Уродский. Будем дальше искать с вами тогда какие-нибудь еще красящие вещества для наших волос. Делать что-нибудь прикольненькое, веселое. Меня с вами тогда обращаюсь до следующего видео. И пока-пока. Блин, а берешь его вот так вот. Он, короче, тяжеленький. Все равно, как будто там что-то есть. Может, еще раз попробую. Охренеть вообще. Я такого спрея никогда не видела. Он какой-то дозированный. Ну-ка. Он снова пшикает и пшикает на один пшик. Опять не пшикает. Да в жопу тебя. Да в жопу тебя. Дебиль. Да в жопу тебя. Продолжение следует...